Как экспортер, работник, плюс мы имеем в своей собственности сельхозпроизводство. Первый вопрос, что за счет вас построены суда, перевалочные комплексы, за счет 2010-2011 год. Экспорт сельхозпроизводства составлял в России 20-23 миллиона долларов. На сегодня мы имеем всех зерновых экспортеров, практически 40 миллионов тонн. Если бы экспортеры в свое время не разбили инфраструктуру и не создали спрос на зерно, то я не думаю, что бы вы выращивали зерно в убыток себе и увеличивали свои... С каждым годом вы вкладываете согласие, мы вкладываем в товаросельхозпроизводитель очень много денег, и удобрение, повышаем качество зерна, которое востребовано на мировом рынке, повышаем урожайность этого зерна из ввода в воду. Тем самым экспортеры в свое время дали тот толчок развитию сельского хозяйства, который есть сейчас. И на самом деле, так как мы интегрированы в холдинг, я вам скажу, что фермерское хозяйство сейчас не в лучшем положении, но товаросельхозпроизводителей, которые умеют работать на земле, которые были там, я по своему холдингу, которые у меня было 5-6 лет назад, рентабельность в госпроизводство была 50-70%, потом увеличились за 300-400%, в этом году рентабельность моего производства в госпродукции порядка 150%. Я считаю, что это неплохие показатели. Да, с увеличением издержек производства на следующий год, конечно, возможно, мы такой рентабельности не увидим, но в нынешних условиях нам всем приходится выживать. Я очень, как бы, с любовью отношусь к товаросельхозпроизводителям, потому что, как вы правильно сказали, да, с помощью вас в данный момент наши портовые структуры работают, устроены суда, но рентабельность моего экспорта – это доллар в два, максимум 100%. Именно при перевалке зерна на экспорт, это что касается залашот, построенного суда. И что еще хочется сказать, мы очень много, опять-таки, экспортеры практически обивают пороги. В Государственной Думе сегодня, в Минсельхозе, но я ни одного товаросельхозпроизводителя не увидел ни в одном этом ведомстве. Ни одного. Вот вы все прекрасно говорите, надо все это делать. Но это все какой-то между собойчик. Вот правда, никто никогда не сказал, как мы с вами в Минсельхоз поедем. У нас есть аграрный комитет в Государственной Думе. Опять-таки, в понедельник были слушания. Да, есть угрозы от закрытия рейдовой перевалки. Но ни один товаросельхозпроизводитель не присутствовал на этом заседании. А только экспортеры защищали то, что вы писали, если в 25-м году закроют рейд, то вам произведенное зерно в Ростовской области придется ввести в Новороссийск. Какие у вас будут издержки на логистику? И никто об этом не думает. Поэтому я хочу, чтобы вы все-таки от разговоров перешли к ГЕО, создали действительно какую-то сильную команду. Мы готовы, как экспортеры, представить вас, чтобы вас высушали. Но вы ничего не делаете. Вот честно. Ничего не делаете. Нет, ладно, 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 давайте совместно. Потому что экспортеры, я еще раз говорю, на сегодняшний день, только экспортеры постоянно говорят обретение экспортной обошли, о том, что, почему запретили экспорту на время, потому что, опять-таки, мы этот вопрос подняли, потому что себестоимость, опять-таки, общаясь с вами, но это мы поднимали этот вопрос в министерфозе, с Ростовским министерфозом. Но еще раз повторюсь, ни один товаро-сельбоскопроизводитель, я за все время, я два-три раза побываю в Москве, ни одного товаро-сельбоскопроизводителя я не видел ни в одном этом учреждении. Давайте вместе высказывать свои мнения высшестоящему руководству, в Государственной Думе. Ну пусть Викола у нас соберет человек 10-15, и сходим в Государственную Думе. Давайте я вас... Я поеду. Давай еще поедем, Викола у нас у нас. Давайте, давайте. Давайте, вы будете собирать нас, мы поедем и будем разговаривать. Ибо молодой человек, я заблажаю вас... Что? Я могу... Я вас приглашаю, у вас будет съезд в мирове месяц. Хорошо, я принесу. Я фермирую, страшно, слепую с правительством Российской Федерации. И живут. И живут. Но нас, к сожалению, никто не слышит, потому что нас очень мало. Я призываю, что про всех, вы наступили в вас. Пока ничего не измените, в костюмах, в костюмах, в костюмах. Во его выступление, в костюмах, в гостарственной Думе, огранном комитете, в ней культуре, в миссар Западе и Кошкин. Я на съезде спа звучал лично. Лично. Но вчера происходило выступление... По дороге, как у меня нету, так ее и нет. Государственной Думе, ни один депутат из Ростовской области, либо из какой-то другой области, никто не сказал вам, иди пус. А что нам за этого перевалу? Там вроде областная Дума, письмо написала. Что говорят за этого? Ну, мы не думали. Пока нет такой реакции. То есть, я надеюсь, что мы эту ситуацию переломим, но в данный момент, опять-таки, как раз-таки депутаты Ростовской области, и тот же самый Нерянкин, была инициатива о том, чтобы закрыть рядовый перевал. То есть, это шанс. Да-да-да, это депутат. Вот, это тоже, как бы, работа и места. Поэтому, ни в коем случае, ну, там, никто ни в чай кармань не лезет, но я просто призываю, давайте переходить от слова в Деву, давайте писать письма. Вы направили какие-то письма в правительство, ставьте нас в копию. То есть, мы непосредственно общаемся, там, и с вице-премьерами. И ведение обошлини, инициировал и Минцельпост. То есть, Минцельпост всегда заграли, в биргоучи. Ведение обошлини доинициировано в Минэкономразвитие. Как председательство 1-го опыта такого есть. Вот, поэтому, чуть-чуть нужно сменить, как в лентуре будет писать совсем другие органы, как бы, еще раз повторюсь, как бы, Минцельпост Ростовской области, Минцельпост Российская Федерация. У них, как бы, задача стоит, чтобы сельское хозяйство, в первую очередь, развивалось. И они так все прекрасно знают о веке нынешней почвени. Но тут нужно нам чуть-чуть поменять наше направление, именно Минэкономразвитие, тот же белорусов, который категорически за то, чтобы эта почвена сократилась, много-много и длины. Я хочу предложить прислушаться к пожеланиям Дмитрия Николаевича, Лысенко, компания, Астон, и объединять усилия. Сегодня уже предложения на этот счет были. Одно дело, когда мы поговорили и ничего не вынесли от суда, а другое дело, когда есть коллективное решение и когда есть представители аграрного сообщества, которые донесут это решение, эту позицию до ветви власти. И мне кажется, что очень интересно то, что предлагает Григорий Николаевич. Давайте в этом русле работать совместно. Давайте я хочу предложить. Вот раз нас собрал Користианин, на базе Користианин с декадой инициативной уроки и будем объединять. Всех, кто хочет объединять, как-то уходить в подарок, когда надо выходить. Я просто еще раз хотел бы поблагодарить Користианину, газету или журнал. И пару еще предложений. Вот в таком... Сейчас на земле называется Користианин, правильно? Вот, допустим, мы с Паржитарского района здесь. Раньше в Паржитарском районе было, допустим, 20 лет назад было третьим фельдером. Через 10 лет их самостроили 150, сейчас как 50 фельдеров. Смотрите, вы заметили, это целька фельдера уменьшается. Катальца угробнее. Да, а вот они, астолк, 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 правильно? Если мы не объединимся, так же, это еще разговаривание создание инициативы в том, украина, ну, для основах она делит. Но вы, турец, архитектург, украина безразлична, там уж, да, там, украинцы нет. На этом, где рябкина? Давай, знаете, что-то присмотреться. Роман поставать, он, не знаю, хочет эту перевалку заобретить. Перевалка, не знаю, она не уйдя, она какого-то дорожит, перевалку. Уж плюс со новыми судами на столе, все самое. А эти турки, эти деньги будут турки получать, они, и все. везде экономика, никакого там, политики. Спасибо. Я хотел с вами, как раз перевалку на вашу ретель, поэтому еще раз мы предложили, если от него на руку создание, не болтать, я делаю, так скажу. Давайте это обсудим после официальной части. Да, не, 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 еще один вопрос. Скажите, а есть ли у вас понимание, как были эти экспорт зерна в второй сезоне, после нового года? А как много появится? Когда ошина изменится? Да, я думаю, что экспорт зерна, не может быть, что у нас есть в России, потенциал роста и полностью согласен с Игорем Сантеевичем, с Багетским. То, что сейчас есть некоторое снижение, но, опять-таки, так, если на пальцах рассказать, да, были цены там 240, были 340 продаж, соответственно, сейчас коже, но в ближайшее время, я думаю, 100 долларов потянется. Но, если посмотреть сегодняшние продажи экспортуров, это уже там 330, 333, а, может быть, 328. Вот, соответственно, возможно, что в январе это после начнет снижаться в обратную сторону, но не такими темпами, как она, конечно, сейчас растет, но и плюс, я думаю, что все равно, правильно, что мы все равно живем в век пандемии, не в веках, надеемся, что это будет года, вот, и в любом случае спрос на сельхозпродукцию, на продукты питания в мире с каждым годом растет, если мы, почему опять-таки там подорожала техника, все, то есть, есть продовольственная инфляция, соответственно, она за собой тянет многие товары, и тот же металл, который очень сильно подорожал отсюда, и подорожала техника, и те же суда, и много чего еще. Вот, соответственно, вернуться к ценам на пшеницу. Плюс, сейчас, в данный момент, когда есть определенное снижение на рынке, то, соответственно, наши покупатели тоже сидят и ожидают, они ничего не покупают, надеюсь, что еще цена упадет. Но вот, буквально там, вчера или позавчера Турция объявила очередной трендер достаточно хороший, объявила порядка 320 тысяч тонн, опять Иран вернулся на рынок, то есть, опять-таки, вот, если вернуться на начало сезона, то есть, почему цена там, 230-240 долларов, резко скакануло до 300 долларов, потому что, в этом году, как я сказал, действительно, очень, ну, практически нет урожая в Радане, и они вышли с большим годом на закупку пшеницы. Соответственно, тем самым, они подсвечнули очень мировые цены, и они набрались, опять-таки, мы знаем, что эта страна санкционная, у них не было денег на оплату этого товара, в данный момент они наконец-то рассчитали со всеми экспортерами, вот, и буквально сейчас они уже объявили новый тендер на покупку зерна, и я думаю, что в ближайшее время, там, конец декабря, начало января, все равно, ну, цены начнут как иконечку, конечно, навряд ли, я думаю, что в этом сезоне мы увидим какие-то там 400 долларов, 380 долларов, ну, я думаю, что уровень там 340, 350, может, 360 мы увидим после Нового года, и традиционно мы прекрасно понимаем, как мы сейчас, дай Бог, все, что там идут, мы видим, что там через неделю 10 дней идут морозы, что до этого обязательно выпал снег, и ни в коем случае не поскатала наша зима и пшеничка, то есть, в любом случае, конец декабря, январь, февраль, зиму никто не обменял, соответственно, экспорт, как и на Кавказе, то есть, через мелководные порты Ростовского области, Ростовского района, так и на том же Новороссийске снизится, соответственно, экспортные отгрузки будут не такими большими, и, соответственно, наши покупатели не будут видеть тот объем, который бы они хотели приобрести, соответственно, там, за 1 год будут гоняться 5 покупателей, я надеюсь, что 2-ая половина января, ну, возможно, что цены отыгрываются, то, что мы сейчас увидели, там, 10 дней назад, там, накатили цены, то даже у нас в Ростовской области даже 16 500, 16 800 в квартах, сейчас они снизили до 15 500, но, опять-таки, вы поймите, на тех же экспортеров в данной ситуации, покупая сейчас пшеницу у вас, мы, опять-таки, повторюсь, ориентабельность это 1 доллар 2 максимум, естественно, мы вкладываем в строительство терминалов и зарабатываем на этом, и мы несем те же самые риски, то есть, если сейчас погода пошел в дождь, и теплоход грузится порядка, там, на Кавказе 10-15 дней, а после она у нас меняется в гражданинке, то есть, мы покупали у вас пшеницу при пошлине 80 долларов, а можем ее отправить при пошлине 91 доллар, и, соответственно, наша ориентабельность в доллар 2, она превращается в прямые убытки экспортеров, и поэтому те же экспортеры, я уже предполагал, что есть, тут хороший вопрос, кстати, задали, сколько находится в интернационном фонде, то есть, на самом деле, для того, чтобы, это одно из самых, считаю, правильных предложений, чтобы регулировать цены на внутренние маринки, можно было просто государству купить у Аграев интернационный фонд, увеличить его, там, не имеет, 5-10 миллионов, иметь в интернационном фонде, 30-40 миллионов тонн, и, если они видят, что внутренний рынок цены поднимаются из-за экспорта, то они могут тем же, там, угомбовым, или на внутренний рынок продавать тоже зерно по сниженным ценам, тем самым, мы можем, это как одно из предложений, чтобы уйти от тех кошек, которые существуют, но, единственное, если, мы не знаем, что будет завтра, поверьте, все, как и вы, товарищи, госпроизводители, так и экспортеры, так и много всяких отраслей, видят, что, ну, пошлина, это очень плохой момент в нынешнем развитии сельского хозяйства и переразвития опять-таки того же производства, переработки, ничего в этом хорошего нет, и тоже в Ницелекосе это все прекрасно видят, но в данный момент вы прекрасно по телевизору видите сейчас эти все совещания, то есть Вадим Владимировичем была прежде всего сейчас у нас продовольственная безопасность, никто не думает, что, естественно, там, за год за два существования нынешних после мы можем убить сельское хозяйство, но в данный момент просто первая чередура то, что стоит на повестке мирового правительства это продовольственная безопасность, поэтому еще раз хочу как бы давайте создадим какой-то и, соответственно, я хочу, чтобы какие-то товаропроизводители крупные, то есть мы я очень плотно общаюсь, опять-таки, неделю назад был в Селине был в понизаводе Нигирова, но опять-таки я знаю все прекрасно и на основании своих хозяйств, на основании крупных товаров, мировых производителей себестоимость, да, в этом году мы еще получили достаточную прибыль, что в следующем году спрогнозировать цены, спрогнозировать цены, которые будут на следующий год, это очень сложно, мы не знаем какой вкус доллара будет, как перетимуют осины, какой будет урожай в России, какой урожай будет в мире, соответственно, это очень много факторов, которые влияют на конечную цену, но согласен с тем, что по сравнению с прошлым годом, опять-таки, мы имели те же там 15-16, да, начало сезона было 12 рублей за тонну, но к концу года мы видели 16-17 рублей за шевницу, но при этом цены не было по пошлины, но при этом цены были 200, 240, 260, 270, в моменте они поднимались до 300, в этом году практически мировой рынок, те пошлины, которые вы уплачиваете бюджет Российской Федерации, на эту, ровно на эту пошлину растет мировой рынок, поверьте мне, если бы не было пошлина в России, то цены на внешнем рынке были бы за минусом этой площади, но это реально, это рыночная экономика и мы в ней живем, поэтому какие есть вопросы еще будут давать? Дмитрий Николаевич, а доля вопроса, не претензий, пожалуйста, дайте, Дмитрий Николаевич, доля нишевых культур увеличилась? Да, вот хорошо, что напомнили, за нишевую культуру мы увидели в этом году, в прошлом году, допустим, Ростовская область нас собрала настолько много, в этом году, опять-таки, из-за того, что мы там строим, зовут еще, опять-таки, мировой рынок, то лен вырос практически на 100, а то и на 200 процентов, в этом году уже давать госпроизводители просили достаточно много льна, и опять-таки, в любом случае он воскребал на внешнем рынке и цены на лен, но опять-таки, я считаю на нем очень хорошая, это вот, допустим, одна культура, что мы увидели в этом году с горохом, то же самое, то есть, это культуры, которые не подтверждены пошлины, то есть, в горох, если в прошлом году, я вот, честно говоря, не помню, где я поправил, 11-12, да, лишь в горохе, и сколько в прошлом году горох стоил, я подзаду, просто, но в горохе до 24 рублей, до 25 рублей, без НДС, квартал, то есть, я тоже считаю, что товар, производительство, при своем силе обороте, нужно уделять внимание каким-то другим, нищим культурам, да, естественно, я прекрасно вспоминаю, что вы не можете засеять все либо льном, либо все горохом, но на эти культуры тоже давайте, на них пристально смотрите, то есть, они воскреплены, номероволинки, цены на них достаточно хорошие, ретабельность, опять-таки, в этом году урожай был достаточно урожайность на полу в этом году товар с производителями. Перспективы семечка, если кого интересует, ну, пока, честно говоря, плачевные, из-за того, что, опять-таки, закрыли экспорт подсолнечника, плюс не бывало урожая в этом году в России, вот, поэтому и вчера, буквально, мировой рынок масла очень сильно, пальмовое масло упало почти на 50-70 долларов, после января месяца я не ожидаю роста однозначно, для того, чтобы мы удержались на этих уровнях, а может быть, даже возможное снижение, потому что запас удовольствия госпроизводителями подсолнечника в этом году очень большой, они и годные по сравнению с прошлым годом. Я прошу прощения, да нет, рейт приходит, не прощается, Виталий Николаевич, но, во-первых, вы являетесь членом Северного Союза нашего, и мы приглашали на обсуждение, вот от вас как раз никому не было, в конце июля месяца, попозже на премьера министра Мишустина, мы направили письмо, параллельно направили в наше законодательное собрание, в котором обещали проработать вопрос с соседними религионами и направили письмо в Государственную Думу по данному вопросу. Потому что мы тогда понимали, вот он результат о том, что но к сожалению, вы говорите, ходить, если кто-то пустит туда, можно ходить. Это во-первых, а во-вторых, на это даже письмо ответа нет. А вы не поверите, сколько мы пишем, когда-то экспортеров так и а я не уверен, но вы сказали о том, что никто больше не обращается. Я не случайно сказал, что членов Зернового Союза в Ростовской области, которые защищают должны вообще свои интересы, о чем стоит вопрос, их очень мало. Поэтому я и пригласил участие в членстве Зернового Союза. С июля месяца очень много поменялось. Все сначала видели, что зло в Министерстве что это они придумали. А на самом деле, как вы видите, когда разобрались мы решили проблеме. Да мы не сельхоз, мы не шумственные писатели. Понимаете, Дмитрий Николаевич? Ответа нет. Где имя же установлены правила работы с обращением? 30 дней. Да. В течение месяца они должны предоставить ответ. Элементарно, ни отцы никуда, ничего. Ответа нет. Надо писать. по телевидению на различных совещаниях в форме видеоконференц-связи. Мы видим выступление, но мы видели доклад нашего министра президента. Он сказал о чем? Что сейчас ситуация на внутреннем рынке стабильна, потому что пошлина вот такая. В случае, если будут изменения, мы пересмотрим методику. Понятно, какая будет методика? Не 70%, не 85%, чтобы стабилизировать цены. Но мы же не должны забывать, что Василий Иванович проводил пример, доля муки в булке хлеба какая? 20% потому что придет она еще дает. Основные затраты на электроэнергию, на переработку, на транспорт и так далее. Вот почему в основном цена растет. Ну, я думаю, 400 в этом году не увидим, никакого пересмотра пошлина не будет, я могу справиться с этой пошлиной, которая сейчас существует. Нужна постоянно пошлина, которая... Я согласен, это самый экспортер, это 20 госпроизводителей, но при постоянном пошлине опять-таки минетонного развития боится, что все к ней привыкнут и она никаким образом и будет сдерживаться фактором для роста цены. То есть мировая цена может, как мы в этом году увидели, с 240 подняться до 350 и, соответственно, если бы была фиксирована 50 долларов, то мы бы увидели сегодня обширь, на переработку в районе 20-20 на поддержку АПК в текущем году во всей России 146 с копейками миллиардов, плюс эти одни 10, я вам комментарии и вторые, пусть это 166 миллиардов, разлучало за счет пошлины собрали бюджет 89 миллиардов. я согласен, по какой поддержке сельского хозяйства может и делиться. сегодня все так и выступают. Понимаете? Я прекрасно вас понимаю. Я прекрасно вас понимаю. Для нас вы понимаете как для экспортуров. Чем больше будет зарплаты, чем больше будет производить терна, тем больше наши перевалочные комплексы. Мы уже топчемся на месте. Давайте дальше двигаться. Алексей Вячеславович, вы дал много. Вы благодарите Новый Союз, потому что только их три мощные статьи были напечатаны христианами. Только Семевой Союз борется с этим беспорядком. Почему аграрь? Вот и опорно обховечает этого. Обховечаетесь активно. Давайте перебор готов предоставить.